всем привет сегодня я покажу вам новейшую точилку для ножей и как бы развивая события я скажу что она немного лучше чем все то что вы хотите себе представить но в компактном варианте это механическая точилка не электрическая то есть все что вы будете сделать с этой точилкой вам придется делать своими руками мы сначала ее распакуем посмотрим как она выглядит из чего она сделана потом у меня есть уже видавший виды нож попробуем его заточить попробуем на бумаге тест ну и в конце у меня есть помидор кстати перед тем как будем распаковывать точилку вот нож как видите вариантах зацепился это все равно прям вообще это можно сказать что он и не режет это больше похоже на издевательство ну да ладно пока буду открывать расскажу почему именно эта точилка привлекла мое внимание у меня когда-то была точилка спайдерка триангл точилка не новая уже много кто пользовался этой точилкой как бы прекрасно понимает о чем я говорю точилка позволяла затачивать ножи в принципе как бы до очень хорошего реза были в ней конечно небольшие косички но как бы все равно она справлялась и было как бы такой походной хорошей вещи ну кто-то у меня на каком-то соревновании попросила заточить нож с тех пор я этой точилки не видел и в какой-то мере я скучал вот именно по такой конструкции и вот 2020 год компания work sharp представляет нам вот такую конструкцию давайте раскроем ее и познакомимся с ней поближе принципе это все то же самое только спайдерка триангл у нас выглядела вот так а work sharp выглядит вот так специальное углубление для того чтобы ставить ну зависимости от угла ставить элемент заточки углы здесь обозначены в градусах также есть магниты чтобы было очень удобно мы сначала заточим на больший угол чтобы придать лезвию узость а потом на более тупой чтобы придать лезвию острость я как бы не претендую на какие-то термины я пользователь поэтому показывать буду на пальцах первое что мы делаем это ставим ее положение номер один что соответствует 15 градусов после того как мы ее поставили нам надо выбрать элемент заточки самый первый грубый алмаз потом алмаз понежнее и соответственно последний это камень керамический что сразу бросил глаза это очень хорошее качество подгонки то есть не люфта ничего в ней нету можете вращать просто сами увидите о чем я говорю так ну давайте начнем точечу время тянуть так поставили что мне очень понравилось здесь вот в отличие от спайдерка triangle на triangle можно держать нож только вот под таким положением тогда как здесь можете чуть-чуть на себя провернуть и можете уже удобно работать с небольшим углом на самом деле пустячок такой серьезный ну начнем просто вертикально держите нож проходите несколько проходов на крупной дальше переводите на простую я честно говоря сейчас не могу вам сказать сколько мне потребуется проходов чтобы заточить этот нож но опыт подсказывает что в принципе ничего тут такого нету чтобы сидеть и долго долго что-то выводить вы поймите это все-таки не точилка из серии как это лански здесь нет фана здесь есть просто быстрое приведение ножа в острое состояние продолжим кстати спайдерка triangle надо было всегда вот здесь поддерживать и честно говоря привычка у меня осталось наверное давайте я поставлю на такое положение и попробую вес интересная штука то есть можно практически не держать она массивная и вот здесь я когда распечатал заметил есть резиновые такие штучки которые очень хорошо держат ничего не скользит в этом деле главное не торопиться давить тоже не обязательно главное соблюдать вертикальный хват ножа ну я думаю хватит уже и лозит по алмазу и перейдем камушку финальному так вот я отлично поставил все сначала вы чувствуете как срезается прям чувствуете на ноже а потом как бы клинок пошел гладко ну давайте наверное уже и попробуем мне уж самому интересно похоже я основную заточку сделал теперь надо взять эту штучку переставить на больший угол и наверное уже не прибегая к алмазным плоскостям сделать на финальном камушке саму заточку именно кромки так ну не будем выводить прям до конца чтобы было супер лезвие супер заточкой но мне самому конечно интересно закончить процесс но еще раз мне больше интересно насколько быстро и оперативно это можно сделать на кухне я предлагаю сейчас отложить эту точилку сторону и попробовать остро и попробовать первый наш рез на бумаге о как ну как бы сразу видно разница видна чего уж говорить это гораздо лучше чем было ну и конечно теперь самое интересное как поведет себя наш помидор все таки я вижу применение вот этой штуки больше скажем так на кухне нежели вы будете таскать с собой хотя если где-нибудь на охоте у вас окажется такая точилка или в походе ничего плохого в этом нету хотя я отдал бы предпочтение все-таки походным точилкам то есть компактным а вот где-то на кухне или вообще дома для каких-то нужд первостепенной важности конечно вот эта точилка на мой взгляд и место не занимает и выглядит многообещающе так приступим к нашему помидору о как отличный рез вот только посмотрите буквально только что этот нож не мог разрезать даже бумажку а теперь два прохода может разрезать наш помидор какие выводы можно сделать относительно этой точилки первое что компактность конечно на лицо второе качество исполнение просто выше всяких поквал можно ее транспортировать и она будет очень удобно где-нибудь в походе конечно на кухне вы редко встретите сериаторный нож но все-таки если он у вас окажется есть вот такая насадка мы ее ставим сюда и спокойно можем подправить сериатор на своем ноже я бы вам показал но у меня в хозяйстве сериаторных ножей вообще не водится какие могу сделать выводы точилка точат точат отлично точат исправно мне понравилось что она компактная позволяет действительно быстро быстро наточить нож ее можно брать с собой все равно куда в поход на охоту куда хотите вот очень отличный кейс который защищает полностью внутренности от каких-либо повреждений ну и вообще эстетически вещь выглядит бомбезно опять же это американская компания и вы приобретаете настоящие американское качество конечно многие могут сказать что это все детская точилка что есть очень много разных точилок которые действительно могут наточить но что просто зеркало и нож будет иметь не кухонный рез скажем так а какой-то профессиональный но еще раз я могу вам ответить что я данную вещь рассматривает только экстренный кухонно-походная охотничий вариант это точилка не замкнет ваш мозг как тот же лански она не дает вам возможности запутаться в каких-то камнях углах пастах правильно ли вы поставили лезвие правильно ли вы сделали очередность этих камней то есть когда вы подходите как бы с душой к заточке ножа то вам это все в кайф но когда вам надо быстро на кухне подправить нож work sharp вот это офигенное решение если видео было полезно поставьте лайк и оставайтесь на канале всего доброго до новых встреч